Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на обзоре маховое узилище от компании FLAGMAN. Называется модель GREDHAM с аббревиатурой ML, то есть Medium Light. Кто знает, существует еще модель Medium Strong. Они, в принципе, ничем не отличаются, только строем. То есть Medium Strong будет построен чуть пожестче. Но для, скажем так, большинства любителей рыбалки, да и спортсменов тоже, далеко не всегда быстрые палочки, они действительно приоритетные. Совсем иногда бывает так, что даже наоборот. Значит, начнем. Серия выпускается в трех длинах. Это 5, 6, 7 метров. Других длин у GREDHAM нету. Уголь стоит TOREI, то есть это японский качественный уголь, 40 тонн. То есть, сами понимаете, это уже такой практически топ-класс уголечка. То есть их можно отнести, эти махалочки, в общем-то, к предтоповому сегменту. Значит, сразу по внешнему виду. Неброские, темненькие, очень приятно выбита надпись. Такая вот, ну, прокрашена, да, и она очень хорошо чувствуется пальцами. То есть прям залачено еще ко всему прочему название GREDHAM. Соответственно, там, где рыболов будет держаться в месте хвата, тоже лак. Никаких здесь дополнительных вставочек, я имею в виду, из какого-то материала, который облегчит прилипание руки, держать, чтобы удобнее было и так далее. Здесь ничего этого нету. Ну, в общем, внешне, да, и, в общем-то, в ощущениях удочки очень изящные. Действительно, качественно сделаны. То есть никаких потеков лака, ничего. То есть, действительно, когда берешь и хочется взять не в кулак, как многие, да, палки некоторые держат, а именно вот двумя пальчиками, как какое-то ювелирное изделие. Да, и, в общем-то, даже палками их назвать язык не поворачивается. Значит, по поводу хлыста. Комплектуется удилище привитым спортивным хлыстом. Вот здесь у нас прививочка. Такой длинный хлыстик. И вот здесь вот у нас, сейчас вам покажу, вот здесь вот у нас прививочка. Чтоб народ не пугался, вот такой хвостик. Это служит он для привязки, соответственно, основной лески. То есть, вы делаете на этом шнурочке просто узелочек. И методом затяжки набрасываете, как удавочку, такую основную леску, да, и затягиваете. И она упирается в этот узелок и прекрасно держится. Кому это не нравится, за 2 секунды отпиливается этот хвостик и сажается сюда коннектор. И мне лично это не нравится. Я поэтому всегда, когда удилище комплектуется вот такой вот вещью, я просто беру, отрезаю сразу же. Ну, уходит у меня длина 5 миллиметров. 5 миллиметров всего длины вот за счет вот этого вот. Ну, и, в общем-то, наклеиваю коннектор. Сюда 0,65 встает, тончайший хвостик. Значит, дальше по поводу колен. Значит, колена усилены в местах стыка. Пробка такая вот, ну, резиновый каучик, жесткая пробка. Ну, ее плюс, что она хотя бы не залипает. И здесь есть прорезь, которая немножечко дает ей какой-то распор внутри, для того, чтобы она не вылетала. Дальше торцевая. Тоже все продумано. Очень аккуратная резьба внутри. Здесь стоит даже резиновый уплотнитель такой, чтобы было мягко затянуто, чтобы влага не попадала. Хотя здесь, ну, и, соответственно, дырочка существует для слива воды, для какой-то хотя бы вентиляции. Коленца все красиво обработаны, аккуратно. То есть, аккуратно отпилены, потому что у некоторых удилищ вот так вытаскиваешь торцевые колены. Здесь ощущение, что их собака погрызла. Да, то есть, как они там ломают, не до конца допиливают, отламывают и так далее. То есть, здесь все аккуратненько, действительно, и стыки очень хорошо обработаны. Видно, что здесь такая, как говорят, фреза, как они называют, прошла для того, чтобы снять диаметры чуть больше, чуть с большего на меньше, для того, чтобы она хорошо, скажем так, вставлялась колено в колено, да, и не залипала. То есть, это вот дополнительная такая фенечка, которая препятствует залипанию. Значит, давайте транспортную длину, да, и померяем и взвешиваем. Значит, транспортная длина у всех у нас 130, ну и взвешиваем. Значит, пятерочка. 125 грамм. Очень хороший вес. Шестерка. 160 грамм. Семерка. 210 грамм. Ну, прекрасные показатели, на самом деле. Значит, ну и диаметры комля. А дальше мы разложим их и посмотрим реальную длину. Значит, ну давайте вместе хвата, вот в одной точке. Семерка. 23. Шестерка. 21. И пятерка. 18. Ну, раскладываем, да, и смотрим строй. Итак, друзья, разложили. Значит, сразу скажу фактическую длину. У пятерки 474, у шестерки 576 и у семерки 673. Ну, как известно, 99% удилищ на рынке всех производителей имеют фактическую длину гораздо меньше номинальной. Но если в том же Black Hole это минус 40-50 сантиметров, то, скажем так, 20-15 сантиметров это в порядке вещей у всех. Значит, смотрите. Вот эта пятерочка у меня в руках. Очень тонкая, очень изящная и абсолютно невесомая. Вот я вам ее трясу. Хоть она идет и medium light в плане строя, но строй очень приемлемый под платвичку, под уклеечку. Да, да, в общем-то и карасик даже она выдержит без всяких проблем. Давайте нагрузим. Ну, кому надо, хлыстик отрежете. Хвостик, я имею в виду, поставите коннектор. Ну, вот на фоне такой белой двери даже видно. Вот видите, ага. Смотрите, отличный строй. Очень хорошо она, видите, вырабатывается. Смотрите, с ростом нагрузки идет перевод дальше по колено на следующие колено. То есть отличная палочка. Лично мне очень нравится. И такой строй позволяет держать и более крупную рыбу на самом деле. Ну, понятно, что на карпы с ней не пойдешь. Но я уверен, что при должном умении рыбхозного карпика она выдержит. Никаких проблем с ней не будет на вываживании. Значит, шестерка. Точность также в руках лежит. Легко. Подстрою. Вот я трясу. Ну, приемлемо. Она средне-быстрый строй у нее. Средне-быстрый. Чуть-чуть ближе, наверное, к среднему. Вот так. То есть именно как ML, medium light. Ну, medium такой. Для мелкой рыбы, в общем-то, для средней рыбы вполне. Давайте нагружаем. Смотрите, то же самое. Точность такой же строй. Видите, с ростом нагрузки хорошо вырабатывается бланк. Очень хорошо. Да, амортизация очень хорошая. То есть он будет бросать в плане теста, кстати говоря, по поводу оснасток. То есть 0,5 грамма, 0,7 грамма пятерка бросает. Шестерку можно 0,7 единичка с граммой, да, и далее. Ну, далее, как бы, там 20 грамм, конечно, это будет перебор для нее именно, да. Но, скажем так, 4-3 грамма, 5-6. Совершенно спокойно она работает с ними. Вот, смотрите, семерочка теперь. Ну, тоже приемлемая. Я не могу сказать, что она там сопля какая-то или шланг. Нет, абсолютно. То есть приятная палка, именно бросковая такая, да, которая вот прям как катапульта будет засылать. Кому не нравятся именно очень быстрые палки, она вот именно вот то, что надо для таких людей. Амортизация, хороший посыл. Давайте нагружаем. Ну, вот все то же самое, видите, идентичный строй абсолютно. Мне она нравится, то есть совершенно спокойно на дистанции, карпа на полтора килограмма легко. А дальше обязательно, конечно, в подсачник. Видите, то есть я достаточно сильно держу, видите, вот вторую руку подключаю, вот видите, как вот прям набрал ее, очень сильно тащу ее вверх. Вот, хорошо работает очень. Угу. Друзья мои, ну вот как всегда под конец два слова о чехле. Недорогой, качественно прошитый чехольчик, такой приятный, из синтетического материала, который не впитывает в воду, соответственно, запахи тоже. Клапан на липучке. Приятный материал, то есть действительно он не прозрачный, не просвечивается там, да, и прослужит долго, и в принципе его можно использовать, ну, несколько лет, наверное, да. То есть, ну, кому это нужно, кому он нужен, конечно. То есть приятный чехольчик. Значит, два слова должен сказать обязательно для подписчиков. Бесплатные запасные части, две штуки в год, в период проведения акции, только для подписчиков на страничке в социальных сетях магазина Multifish. Основное это YouTube, Telegram и ВКонтакте. Кто сможет, желательно, это Routube, Instagram и Facebook. Второй момент. Бессрочная гарантия на заводской брак на весь срок службы удилищ, купленных у нас, той же только для подписчиков. И третий важный момент. Это максимально дешевый ремонт, тоже с пожизненной гарантией на место ремонта. На весь срок службы удилища, соответственно, отремонтировано. Всего вам доброго и до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...